В отцовской библиотеке, когда мы с Аручили, когда произвел у меня невероятные впечатления, и благодаря тому, что очень талантливо рисовал, надо сказать, что очень талантливый рисовал, у меня как-то в общем не было никаких ни сомнений, я как-то естественным образом решил, что я буду бложник, поступил в художественное училище. Я не помню, что бы я выбирал профессию, я не сомневался, но как-то так сложилось на самом деле. Потому что это вышло естественно. Я помню, что во время эвакуации в Свердловске приезжали очень известные московские ленинградские писатели, там была средняя курета Сергеева Шекинян, художник Лемберский, Бартен, такой ленинградский прозаик. И я помню, что я показал рисунки пером, а я почему-то рисовал пером в основном, карандашом, и художник Лемберский сказал мне такую фразу, в общем, достаточно стандартную, как я понимаю, мне показалось невероятным откровением. Юноша, он мне сказал, почему вы рисуете все время черно-белые рисунки, мир в красках, такой интересный. Мне тогда это показалось просто откровением, открытием, да. Вот, и я как бы всегда стал рисовать красками. А потом это как-то все самым естественным образом произошло. Я поступил в училище, и, честно говоря, какие-то сомнения. Сомнения были позже. Знаете, у каждого художника возникают критические периоды в жизни, когда он понимает, что он не костояние для надо до речи. И многих это сознание ломает. Но на самом деле через это сознание проходят все, и тот через это сознание прошел, ну, в общем, становится, ну, по крайней мере, коллектив профессионалов. На этот период достаточно много. Ну, в общем, как-то я все перешел. Спасибо. Можно лирическое отступление небольшое? Вы сказали, что вы закончили художественное училище в 1948 году. Да. А я в 1949 и 1950 году училась в детской художественной школе в филармонии. Да. Там был такой зал, где занимались группы школьников и, очевидно, студентов. И я, ну, не ставшим художником, ну, видимо, что-то у меня было. Вы знаете, я среди этого множества людей обратила внимание, бегла на вашу неординарную внешность. И, видимо, я запомнила. Это было 67 лет назад, считайте. И когда уже в 61-м, 2-м или 3-м году в светлой памяти Геннадий Николаевич Калинин повел нас, инженеров, конструкторов, в дом художника, на вашу выставку, и я увидела вас, уже более взрослого человека, и я поняла, что там в художественном училище я видела вас. Это могло быть в 49-м, 50-м году. Но я не запомнила своего педагога, потому что я была ребенком. Педагог стоял за мной иногда и смотрел, что я тут молюю. И я очень стеснялась этого. И еще в силу какой-то зашоренности нашей детской, я не знала его имя, отчество, и до сих пор этим мучаюсь. Но знаю, что он написал с наших девочек парадный портрет, школьницы. Эту работу я видела на выставке, но так и не знаю, у кого же я училась. Вот, подозреваю, а вдруг он вы... Что вы сказали, я не заслушала подсветку. Вот, включились и не вон. Нет, я подозреваю. Вот вдруг я училась у Чеснокова. Ну, я училась... У Чесноков нет, Чесноков не преподавал. А он преподавал затем... Он преподавал у Железнодорожных. У Губя Андреевых. Да, 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 Железнодорожных он преподавал. А он преподавал Олег Милентьев. Может быть, парадный портрет вот написан им. Да. Потому что он был хороший портретист. Да? Да. Милентьев. Милентьев. Я прошарила суперпиотепу Белинского. Обо всех художниках пыталась все-таки вешнее обличие вспомнить педагога. Так и не вспомню, но вас я тогда узнала. Что я вас видела. Потому что вот на самом деле в тот период я был на 6 сантиметров выше. Я это, да, у меня была длинная шея, огромные кудри, да, волосы росли на два пальца от долба. Когда я сейчас рассказываю, это какие-то компании, кто смеет недоверие. Меня обычно сопровождает, но это было, клянусь вам. А что я был выше на 6 сантиметров, я выяснил совершенно случайно, когда Андрей Антонов делал вот нашу скульптуру, да, это так, которая называется в просторечии на троих штук. Вот, я ему говорю, что Андрей, я говорю, ты чего же сделал меня таким маленьким, я у тебя на этой скульптурной группе, ну чуть выше Миша Бруссовского, он говорит, ты такой и есть. И подвел меня в каком-то измерителе, и оказалось, что я метр семьдесят девять. То есть на 6, а по военному билету я им был метр восемьдесят шесть. Ну вот жизнь укоротила. Испытание жизни роковых образов, да, сказали. У нас здесь есть такая небольшая выставка, Виталий Володчик, книжная графика. Как вообще вы стали иллюстрировать книги? С чего это началось? Да, это, вы знаете, это на самом деле такая странная история, потому что меньше всего я хотел быть графиком и иллюстратором тем более. У меня в училище была репутация живописца. И на самом деле, вот как-то не странно, в период училища я забыл про все эти детские впечатления, связанные с отцовской библиотекой. Я самозабвенно мазал, и меня там, может, как-то отмечали на просмотрах студенческих. Я помню, даже был такой замечательный художник-евангелист Слюсарев. В тот период, который пришел на один из студенческих просмотров и во всеуслышание сказал мне, что он просит меня продать ему мой этюд оперного театра. Я был, конечно, вознесен на вершину славы. Вот я ему этот этюд подарил, наверное, я в том, что сейчас я не помню, чем это все закончилось. Но вот так складывалась моя жизнь. А графиком я стал абсолютно случайно. У меня вот, когда я закончил училище, все мои друзья уехали в институт. Я в институт уехать не мог, потому что мама уже после дистрофии заболела с тяжелой формой губеркулезы. Я должен был остаться. Потом мама умерла. И остался огромный долг, потому что надо было платить за... А я что-то... Я же учился. Правда, мы ходили по дворам и пилили дрова с братом таким образом. Мы как-то немножко зарабатывали. Но, тем не менее, в общем, была такая история. И когда мама умерла, ее друг... Был такой Александр Соломонович сейчас. Он был заппроизводством сверху ДГИСа тогда. Ну вот, он издавал первое. Он редактировал и... Ну, он был издателем первого. Первые книги Павла Петровича Бажова «Малахитовичка». Это самое первое издание, с которой началась его слава. Ну вот. И он мне говорит, ну чего, надо же как-то выбираться из долгов. Ну, давай же и ходим издать сюда и попробуем. Да. Мне дали рассказ. Для боевых ребят был такой журнал. Назывался «Он Суворовец». Рассказ «Суворовец». Я нарисовал для него заставку, на которой партизаны взрывали. Застав железнодорожный. Вот. А на картинке, значит, они, дети, лепили снежную паду. Я приносил этот рисунок Александру Монжасу 13 раз. И мой доброжелатель, впоследствии, друг, говорил, ну, плохо. Значит, не плохо. Он пытался объяснить принципы рисования пером. А мы в училище чувствовали себя крупными живописцами. Мы писали большую форму, локальный цвет. Чтобы там делать, рисовать пальчики, да, эти общественные. И не называли таких студентов-иллюзионистами. И оказалось, что... Никакой школы нет, рисовать пером, мелкие, подробные, финалии. Очень сложная история. В общем, на 13-й раз он мне сказал, значит, ну, к сожалению, плохо. Но у меня безвыходное положение, надо журнал сказать в печати. И, в общем, этот журнал с ними вышел из печати. Я когда увидел, я чуть не повесился от горя вообще, потому что это было ужасно. Это было такое унижение. Я отдал себе условия, что я близко никогда и таки издательство. Потому что оно вот сюда, это вот закрытое. Ну, прошел год как-то в общем... Видимо, были такие очень сложные условия. Я еще что-то стал делать. И несколько лет у меня был период такой подземной работы. И, кстати, светил какие-то модители, там, часовой, там, еще что-то. Первая книга, которой я увлекся, была вот книга «Прищина, продавая солнце». Причем я потом узнал предысторию этой книги. Значит, был такой Федор Копытов, директор издательства в тот период. И Александр Савлович Азов говорит, что ну давай, Володь, дадим эту книжку. Ну, пейзажем, может, он как-то справится. На что Копытов сказал, ни в коем случае я не хочу купить книжку. Александр Савлович сказал, ну, знаешь, ну, давай последний раз. Не сделает, ну, все. Значит, мы отказываемся от его услуг. Я этого ничего не знал и с расторгом рисовал сорок, ездил, елочку рисовал, и все такое. Ну, в общем, так получилось, что книга вышла, и я получил письмо от Причвина. Нет, книга тогда вышла без указаний. Да, книга вышла тогда по оплошности, не по своей воле, а по оплошности. И, да, тогда там не было указано фамилии. Это, видимо, дало повод рису написать письмо. Вот, и он писал, что, вот, давай, Солнце издавалось за бесчисленное количество раз. У нас из-за рубежа на ваше лучшее. Ну, вот это был первый вот такой, ну, как-то, успех. Да, и я встал, подумал, что, может быть, на самом деле, у меня есть мысль как-то посерьезнее задуматься об этом, о деятельности художников-инвестраторов и графика. А потом, да, я делал какие-то книжки, нащупывая свою тему, я делал Малахитову шкатулку. Вот, кстати, с Малахитову шкатулкой, я думаю, она, я сделал ее уже, когда Павлахитову еще не было в живых. А когда он был еще живой, это было, мама умерла в 50-м году, он был на похоронах, старик заплакал и сказал, а маме было 48 лет, старик заплакал и сказал, «Эх, Павелочка, тебе бы жить, да жить мне, старику-то вот иметь». Он, кажется, в конце этого же года и умный, да. Но я успел, а у меня был такой знакомый, Вацлав Фиала, чешский художник, который прислал мне книгу со своей Малахитовой шкатулкой, изданной в Чехию, значит, с его рисунками. И я, Павелочка, звонил и пошел к нему показывать эту книжку. Ну, он взял, полистал, посмеялся, говорит, да, это говорит, что и вынес мне показать Малахитову шкатулку, изданную в Японии, где Малахитовая красавица была в кимоно.